В конце 19 века квартиры в многоэтажных домах на верхних этажах были неликвидны, так как до них было трудно добираться. Однако с изобретением лифта цены на них резко возросли. Как вы уже догадались, сегодня поговорим об этом удобном механизме. Аварийные лифты. Жильцы элитного дома вынуждены подниматься на 15 этаж по лестнице. Во-первых, он где-то там дыр-дыр зацепляется, потом он может остановиться, потом он может хлопать дверьми. Как добиться замены лифтового оборудования? Подается заявка в управление жилья в Великой инспекции, где формируются заявки и формируется бюджетная программа. Как выжить в сорвавшемся лифте? В свободном падении лифт с 6 до 1 этажа пролетает 3 секунды. Совсем мало времени для принятия верного решения. Вот так пешком на 15 этаж время от времени приходится подниматься пенсионерке Наталье Шепелевой. И все потому, что лифт в их 16 этажке уже изжил свой срок. Во-первых, он где-то там дыр-дыр зацепляется, потом он может остановиться, потом он может хлопать дверьми. А вчера у меня чуть собаку не придавил. Как я вот так вот заскочила и начала вот так его открывать, иначе бы... И таких историй, связанных с работой лифта, у каждого жителя с десяток. Мельцы благодарны лифтеру, который работает круглосуточно. Говорят, пользоваться лифтами не так страшно, когда знаешь, что помощь рядом. Ну это самый страшный, почему? Потому что в нем возят, значит, стройматериалы, когда ремонт, перегрузка идет. Вот здесь вот написано, при человека больше нельзя, иначе он все, он встанет. Когда строит, начинает кто-то ремонт, вот тогда бесконечно. Потом вроде прекращаются вот эти ремонтные работы, то есть не возят ничего. Вроде ничего. А вот тут вот сколько, три или четыре дня вот это же все мы мучились с ним. С обоими этот вообще не работал, а вот этот вот застревал бесконечно. Перегрузка – наиболее частая причина поломки лифтов, рассказали нам в компании «Алматы лифт». Из-за неправильного использования ломаются даже новые кабины. Не говоря уже о тех, которые и жили свой срок. Начинаются переезды, начинаются делать ремонты жителей. Из-за этого страдает лифтовое оборудование. То есть жители перегружают лифты, неаккуратно грузят строительный мусор в лифты, царапают их. Из-за того, что лифт ходит по направляющим, когда ты не ложишь мешки в кабину, а кидаешь их, естественно, это все расшатывается, естественно, это завтра лифт греметь и трещать будет. Выводят из строя лифты и мусор. Небольшие частички, застрявшие в порогах, портят двери и могут стать причиной блокировки кабины. Когда переводят строительный мусор, такими проблемами являются, как забитие порогов. Порог состоит из траншеек, по которым ходят двери лифта. Когда они запиваются, такая система безопасности срабатывает. При закрытии двери, если оно видит препятствие какое-то перед собой, оно несколько раз попытается закрыть дверь, после этого откроет дверь, так как лифт принимает сигнал, что якобы не сработал фотоэлемент и кого-то зажало в лифте. Срабатывает сигнал, лифт останавливается, автоматически отключается. Пока его не перезапущешь, лифт будет стоять в режиме ожидания. Как нам удалось выяснить, проблемы с лифтом у Натальи Шепелевой закончатся уже в следующем году. Как оказалось, лифты в этом доме уже стоят в очереди на замену. На будущий год мы уже собрали заявки от КСК по 50 домам, по 134 лифтам. КСК подает заявку. Прежде всего, она собирает общее собрание жителей, которые выбирают поставщика этого первого. Во-вторых, согласовывается сумма расходов. И согласно этому, общим количеством голосов, что мы желаем поменять лифт, который уже устарел, и приносит очень много неудобств, подается заявка в управление жилья и жилищной инспекции, где формируются заявки и формируется бюджетная программа. Жители не оплачивают сразу замену лифта, модернизацию. То есть, тут производится расчет на возвратной основе. Государство выделяет кредит самим жителям, и жители возвращают этот кредит в течение 15 лет, что является, в принципе, удобным. Так как расчет долей, я вам точную цифру не могу сказать, но порядка трехкомнатная, где-то, ну, чуть больше тысячи, получается, в месяц оплаты с трехкомнатной квартиры именно за модернизацию. А лифт они получают сразу, то есть поставка и демонтаж, монтаж нового оборудования производится сразу. Теперь жильцам остается только выбрать, какой комплекции им поставить лифтовое оборудование. Мы выпускаем широкую линейку кабин лифтовых, так же, как и вы, это крашеная сталь для социального жилья, нержавеющая сталь, эксклюзивная отделка уже. Ну, вообще, все лифты у нас, наша продукция оснащена частотными преобразователями, за счет этого происходит экономия электроэнергии, за счет выравнивания тока происходит экономия электроэнергии до 30%. То есть это не раньше ни старые лифты, ни советские лифты, которые, как вы знаете, наверное, садитесь, когда в лифт. Рывок сначала, двери хлопают, шумно открываются, закрываются, лифт сам с рывком трогается, с рывком тормозит. Здесь такого нет. Смотрите после рекламы. Шок. С некоторых пор жильцы боятся заходить в свой лифт. Леск, как пылся в дверь, смотрим, мы на 4, между 4 и 5, на 6. То есть два этажа упали? Да, да, да. Лифт – технически сложный механизм, поэтому поломки иногда случаются. Первое, если вы застряли в лифте, не паникуйте и не пытайтесь выбраться из кабины самостоятельно, потому что из-за ваших активных действий трос может просто оборваться. сразу вызывайте диспетчера. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы застряли в лифте. Тулеби 201, 6-й подъезд, застряли. Если в кабине нет электричества, вы не сможете воспользоваться звонком. Однако диспетчер увидит вас по монитору и помощь скоро прибудет. Существует миф о том, что в кабине можно задохнуться. Это не так. Все лифты оснащены вентиляцией. Ну и, наконец, совсем критическая ситуация, когда у вас оборвался трос во время движения. И даже здесь есть свой алгоритм действия. Первое, необходимо разместиться таким образом, чтобы ваше тело заняло максимально большую площадь. Энергия удара равномерно распределится, и это даст шанс на выживание. И еще специалисты советуют прыгать во время падения. А вот вставать, прижавшись к стенке, плохая идея, так как при ударе вы непременно слетите на пол, что может добавить травм. Вот этот резкий рывок, ну, пассажиры думают, что вот он упал вниз. Вот в таком случае. А это ничего страшного. Просто вот, ну, дети не знают, допустим, есть даже и взрослый резко двинулся или что-то там шагнул, и он стопорится лифт. В случае поломки лифта аварийная служба приезжает в течение получаса. В каждом районе стоит дежурная машина, чтобы как можно быстрее прибыть на помощь. У нас, допустим, по городу работает шесть машин. У нас на каждом участке своя машина, и поэтому ребята успевают. Есть, когда они успевают, помогает другой, ну, допустим, машина с другого участка. Конечно, если отключение света бывает, в таком случае, там где-то лифтеры есть у нас, допустим, не все лифты, где-то лифтеры помогают. По Алматы – 5500 лифтов. Компания «Алматы Лифт» обслуживает из них 3000. За работой каждого следит диспетчерская служба. Каждый квадратик – это один лифт. Вот тут у нас «Орбита» находится, допустим. Здесь вот тоже «Орбита-4», здесь «Таугуль». Сифулина 534, третий подъезд. Лифт стоит в норме. Вот я его открываю на динамику. Вот у меня таблица такая, вот на динамику. Вот лифт стоит на первом этаже, двери закрыты. Все в норме. А вот еще один лифт. Жители стараются обходить его стороной, так как не раз были случаи, когда в нем застревали. А бывало, что он просто срывался. Я иду в садьку с двумястными детьми, захожу в лифт. И до шестого этажа, я на шестом этажа, до шестого этажа я нормально доехала. И раз такой вот, как будто, как просох же бывает, и хорошо, что у них аварийка сработала. Свет отключился на секунду, на 5-6, наверное. Потом раз отключился. И мы такие, дети у меня такой страх пережили. А потом такой, стоим, и мы думаем, ну, нажимаем, мы думаем, мы идем, да, как бы. А он просто старелку показывает, а мы с вами идем. Потом резко отключился в дверь, смотрим, мы на 4, между 4 и 5 этажа. То есть два этажа упали? Да, да, да. Ирина Леонидовна работает оператором уже 10 лет. За это время женщина изучила состояние каждого лифта в городе. Специалист успокаивает. В Алма-Ату и лифты хоть и старые, но безопасны. Сорваться ни один не сможет. Каждый лифт, это же проверяется. Механик, допустим, раз в месяц профилактическую работу делает. Он даже не раз в месяц, он ежедневно, допустим, если где-то какие-то поломки, он все проверяет, это все под наблюдением механика. Чаще всего в лифтах застревают в летнее время. И, как правило, дети. И это вовсе не связано с их легким весом. Они там балуются, они нажимают кнопки, играют друг с другом. Если раньше лифты завозились из стран ближнего зарубежья, то сегодня устанавливаются только отечественные. Это позволяет сократить время на установку и монтаж с 18 до 12 недель. Два года назад, с отступлением в таможенный союз, введением новых дополнительных пошлин на ввозимое оборудование, а также благодаря поддержке нашему государству, было принято решение открыть свое производство в Казахстане, свой лифтостроительный завод. Нас хорошо по данной программе поддержало при поддержке фонда ДОМУ, которым было инвестировано в данный завод 300 миллионов тенге. Вот мы открыли производство. Вся система безопасности, электрическая часть поставляется из зарубежья. На данном заводе производят металлоемкое оборудование. Этот завод пока единственный в Казахстане и выпускает 200 лифтов в год. Нам позволяет и обеспечить над клиентов в любом сегменте строительства, начиная как от социального жилья, кончая такими объектами, как торговые центры, аэропорта, вокзалы, ну то есть и стратегические объекты какие-либо, мы можем производить здесь, на данном заводе лифтового оборудования. Еще один немаловажный вопрос, который интересует всех – оплата за лифт. Сегодня эта сумма составляет 11 тенге 32 тина с квадратного метра жилой площади. Входит в техническое обслуживание. Первое – это ежемесячное техническое обслуживание. Второе – это плановый ремонт ежегодный. Третье – это обеспечение круглосуточной аварийной службой в течение всего срока. И четвертое – это техническое освидетельствование лифта. То есть все работы выполняются в течение года, в конце года лифт проверяется, проводятся испытания и ставится отметка в паспорте лифта, который является техническим документом на лифт, о том, что лифт прошел все процедуры технического обслуживания и годен в последующей безопасной, бесперебойной работе. Однако, если в вашем лифте страшно ездить из-за его внешнего вида, свои претензии предъявите КСК. Именно они отвечают за чистоту кабина. Электропитание на лифт подается на водное устройство лифта, подается КСК. То есть оплата за электропитание лифта взимается тоже КСК. Отношение к этому тариф по обслуживанию лифтов ТО «Мотолифт» не имеет. Плюс, как и уборка самих лифтов. То есть это прерогатива КСК. Что касается технического обслуживания лифтов, то ТО «Мотолифт» как специализированная организация уже на протяжении длительного времени занимается техническим обслуживанием, ремонтом лифтов. Итак, чтобы лифт служил вам как можно дольше, не допускайте перегрузок. Следите за чистотой кабины. Гарантийный срок лифтового оборудования – 25 лет. Если время пришло, совместно с КСК подайте заявку на участие в государственных программах по замене лифтов. На этом у меня все. Вы смотрели программу «ЖКХ без купюр». Не забывайте, что повтор программы выходит каждую среду в 10.10. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА